Всем привет! Значит, у нас тут такая деликатная ситуация. Дело в том, что мы сейчас, вот, я вот приготовил приборы, значит, мы сейчас будем доставать виноград у соседей. Я вам честно скажу, я человек честный, никогда чужого не возьму, но там очень длинная история с этим виноградом, очень длинная, очень длинная. И он вроде бы как бы и наш, а вроде бы как бы и не совсем. Понимаете, вот, если бы он был точно не наш, я бы никогда бы не взял, поверьте мне. Но у винограда очень-очень длинная история. Я не буду ее сейчас вам рассказывать, она очень длинная. Ну, в общем, он вроде бы как бы и наш, в общем, как-то и не наш. Но я его не смелил, если все равно, брать, ну, как-то мне было неумерно. А тут приехала Валя, и говорит, о, виноград, давай, как ты возьмем. Я ей рассказал эту длинную историю, так она такая вошелилась. Давай, конечно, получается, вроде как больше наш, чем не наш. Ну, я такой по дурости взял, думаю, потянул, а он так рос за забором, за сетчетом, сейчас вы увидите, за сеткой. А он с той стороны рос, и я его потянул, а Валя говорит, вот так вот будешь пальцы перебирать, вот так вот и достанешь. Ну, я начал перебирать, Валя отвалился, и упал прямо соседем туда на участок. Вроде бы получается вообще палево. То есть нам сейчас проще его забрать вообще оттуда, потому что если он будет там просто валяться, упавший, это будет жесткое палево. Поэтому уже тут не важно, наш, не ваш, уже даже не важно, насколько он наш, насколько он не наш. Уже главное не исправиться, а просто забрать его. Поскольку перелезть я не могу, мы вот придумали вот такое вот устройство, крючочек, и мы сейчас вот вместе с вами... Ой, он развязался, сейчас мы вместе с вами будем его, значит, этот виноград доставать на крючке. Сейчас я подвяжу, потому что что-то моя конструкция оказалась ненадежной. Сейчас мы... Я попытался это сделать граблями, но что-то не получилось, он все время срывался. Блин, эта штука тоже, кстати, срывается. Сейчас я получше завяжу. Вот, ну, надеюсь, что у нас все получится, потому что, честно говоря, зря я послушал Ваню. Зря я послушал Ваню, ну, ладно. Так, сейчас вот последний узелок. Чтобы уже точно, а то он еще упадет в тот момент, как раз, когда он уже будет на самом верху. Все, и вот у нас удочка, виноградная удочка готова, и мы идем. Только я вас очень прошу, пожалуйста, потише, вдруг соседям услышат. Вот, смотрите, вот построили-то. Как вы сами видите, нам как раз вот тут не хватает одной веточки для ужина. Не хватает. А в магазин ехать не хочется. Главное, главное, всегда делать такое непринужденное лицо, как будто я просто здесь решил постоять. Дальше, ну, пожалуйста, мы здесь будем делать. Ну, сейчас я вам покажу. Дальше, ну, в горизонтаре. Возьмите, в основании, в горизонтаре. Ух-ху. Можно говорить, что там за ihn. Как вы видите, что там за ним за ним frage. Как вы видите, на самом деле, вы видите, что там за ним. Возьмите, что там за ним за ним. Судя нет. Вот видите, а так вот его, поемки здесь. Ну, давай, давайте. Эксперимент не удался. В чем недостаток этой палки, что там он в кустах и эти кусты невозможно разгрести этой штукой. Грабли. Граблями нужно что-то более крючкообразное. Более крючкообразное, если что-то. Грабли. 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 Грабли посыпались. Там же есть еще ветки. Да, мы сделали это. Сейчас уже остатки туда заберем. В общем, как вы видите, из любой ситуации есть выход. Главное проявить смекалку. Ну и чувство голого должно присутствовать, которое толкает на эти поступки. Продолжение следует...